Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 апреля. Мы все стоим на закаливании. И я сейчас хочу сделать одно пояснение для тех, кому не ясно. Вчера, когда я снимала видео, при каких температурах я оставляю томаты без укрытия на ночь в открытом грунте, я говорила, что эти у меня были от солнца закрыты, сегодня им это уже не надо. Эти вообще были голышом, а в теклице я дверь прикрывала. И одна зрительница сегодня написала комментарий, я прочитала. Она пишет, ну как это? Этих вообще голыми оставила, а там двери прикрыты. Странно. Мне сначала странный показался ее комментарий. Я ей написала, что там совсем для других целей, там создается микрофон, а здесь для других. Я написала, неужели вам правда непонятно. Но потом подумала, что я же всегда говорю, что у всех у нас разная степень как бы осведомленности вот этих мелочей томатных. И может быть действительно люди некоторые не понимают. И ей кажется странным. Ей кажется странным мое высказывание. Мне кажется странным ее комментарий. Давайте разберемся. Если говорить о томатах в теплице и вот этих, они у меня посеяны в разные сроки и для разных условий выращивания. И для разных целей можно даже так сказать. Если в теплице я высадила рано, я там и закрываю двери, и после высадки инфракрасные включала, подогревала, и грунт подогревала. Мы в теплицах делаем все, все эти действия направлены на то, чтобы ускорить, чтобы они разрастались, чтобы они скорее цвели, чтобы они завязывались, чтобы все, ну как, быстро, быстро, быстро мы их подгоняем. Дайте нам скорее ранний урожай. Для этих целей я их закрываю, когда 8 градусов на улице, я закрываю дверь. Потому что мы знаем, для благоприятного вот такого роста, для комфортного, им нужно 15 градусов. Значит, если бы дверь я оставила открытой, им бы не хватало. Вот в 8 градусов они на ночь, как притормозили бы, замерзли бы. А мне ведь нужно их ускорить, я их там ускоряю. Значит, там я создаю специально теплую 15, 18, 20 градусов температуру. Другое дело с этими, вот которых оставили галышами. Смотрите, мне от них не надо ранний урожай. Они у меня бассейны для открытого грунта. И так как они и дальше будут расти, вот тут вот, при холодных ночных температурах, даже в этом такое бывает, на открытом солнце, короче, они должны привыкнуть именно к этой температуре. И еще, что немало важно, если там мы ускоряем томаты, то эти томаты мы тормозим. И сейчас у нас по всей стране такая ситуация, у всех перерастают томаты. Еще высаживать нет условий, а они уже здоровые, они уже вот такие. И если бы их в теплице я оставила, у них бы началось вытягивание, перерастание. Они в таких же условиях, как те вот сидят, они бы росли, росли, росли очень быстро. И тут же зацвели бы, а высаживать-то еще апрель, рано. И тут мы, наоборот, их притормаживаем, оставляя их на улице, например, без укрытия, без каких-то дополнительных. Ну, 8-10 градусов, это нормально, но обычно при такой температуре томаты немножко замирают, затормаживают. А это нам и нужно. Нам нужно, чтобы они не росли в высоту, чтобы они взрослели, чтобы возраст у них был уже вроде бы большой, но чтобы они не вытягивались, и чтобы они, мы как бы их вот так вот, стойте, 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 вам еще не нужно. Как бы наоборот притормаживаем. Вот из-за этого и разные условия содержания, потому что они совсем для разных целей. Тех подгоняем, наоборот, создаем им такие условия, чтобы они быстрее, быстрее. Этих притормаживаем, создаем их такие условия, чтобы они... Стойте, 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 вам еще рано, потому что не у всех есть условия, так же, как у меня, я же не могу сразу весь огород высадить в открытый грунт, а вдруг еще холодно. Поэтому эти у нас готовятся для более поздней высадки, у них, они будут расти в более суровых условиях, и поэтому вот эти условия для них нормальные, они должны привыкать. Я их немного торможу, там подгоняю, здесь торможу. Все очень просто, все, до свидания.